В Камрате уже на протяжении 20 лет работает представительство Офиса Народного Адвоката. С какими вопросами можно туда обратиться, кого может защитить Народный Адвокат, а кому откажет в помощи, об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с начальником представительства Офиса Народного Адвоката в Камрате Светланой Мироновой. Светлана Андреевна, приветствую вас в нашей студии. Светлана Андреевна, вы очень активный человек, вы еженедельно выступаете на общественном телевидении, ведете социальные сети, но тем не менее еще не все знают, что такое Офис Народного Адвоката представительство в Камрате, с какими вопросами, с какими проблемами можно к вам обратиться. Можете поподробнее рассказать нам все же, чем вы занимаетесь? Да, конечно, спасибо. Как раз эта передача в принципе абсолютно точно входит в наши полномочия. Почему? Потому что наше главное, скажем так, кредо, то есть то, что было определено законом, это продвижение прав человека. Фактически Народный Адвокат защищает права человека абсолютно всех людей, то есть я имею в виду и граждан Республики Молдова, и лиц, которые находятся на нашей территории, временно, постоянно, не имеющие гражданства Республики Молдова. Тем не менее, все то, что происходит на территории Республики Молдова в случае нарушения прав человека, естественно, встает на защиту именно прав Народный Адвокат. Что касается самого Института Омбудсмена или Народного Адвоката, я бы хотела сказать, наверное, то, что для нас является очень волнующим фактором. Дело в том, что впервые должность Омбудсмена фактически была учреждена шведским королем Корон XII, но на территории Республики Молдова. Я имею в виду то, что когда-то было при осаде крепости, Бендерской крепости, было принято решение об учреждении новой должности, фактически того человека, который будет заниматься рассмотрением сложных ситуаций у солдат, и в том числе непосредственно у себя на родине, на тот момент в Швеции. На сегодняшний момент Институты Омбудсмена, они учреждены практически во всех странах, по большей части. Называться могут как угодно. Допустим, те, кто изучал опыт России, это уполномоченный по правам человека, которым на данный момент является, допустим, Аскалькова. Это народный защитник в Украине, это народный адвокат в той же Румынии. И по примеру, скажем так, была учреждена должность народный адвокат. Но это не тот адвокат, к которому люди привыкли. То есть само слово адвокат, может быть, некоторых вводит в заблуждение. Почему? Потому что привыкли, что это должностное лицо, которое помогает составлять иски, защищает и помогает представлять интересы в суде и так далее. Фактически, миссия народного адвоката намного шире. Почему? Потому что народный адвокат, он утверждается парламентом Республики Молдова. И, естественно, самая основная его функция — это защита прав человека всех наших жителей Республики Молдова. На сегодняшний момент народным адвокатом Республики Молдова является господин Чеслав Панько. Он был избран относительно недавно. Но, тем не менее, существует фактически последовательность наших действий. Почему? Потому что первоначально сам институт в Молдове был создан в 1997 году после принятия закона о парламентских адвокатах. Первоначально было три адвоката. Чуть позже была добавлена должность парламентского адвоката по правам ребенка в 2008 году. И сегодня такое разделение сохраняется. То есть есть народный адвокат Республики Молдова и есть народный адвокат по защите прав ребенка, по правам ребенка. Госпожа Банурия Скумая Григорьевна, которые достаточно активно продвигают именно вопросы соблюдения прав человека на нашей территории. То есть только из-за того, что в 2014 году был принят новый закон о народном адвокате. Сегодня наш институт называется Офис народного адвоката. Ну и, естественно, мы как представительство в Камрате называемся уже представительство народного адвоката в Камрате. Конечно же, в наши полномочия входит курирование, мониторинг всех тех моментов, связанных с обеспечением прав человека непосредственно на территории Гагаузии. Почему? Потому что, допустим, если сравнивать специфику других представительств, их у нас четыре, это Варница, Кагул, Бельцы и Гагаузия. Гагаузия ведет мониторинг не только самой ситуации, но и в том числе мониторинг тех местных нормативных актов, которые принимаются на уровне Гагаузии. Почему? Потому что мы видим, что законодательство, в принципе, Молдовы стремится к совершенству. Естественно, что такими же тенденциями обладает и законодательство Гагаузии. Поэтому для того, чтобы максимально усовершенствовать именно с точки зрения прав человека законодательство Гагаузии, мы даем также рекомендации, направленные на полнейшее эффективное обеспечение осуществления прав человека на территории Гагаузии. То есть я правильно понимаю, что вы сотрудничаете с Народным собранием нашим, да? Да. Было заключено соглашение о сотрудничестве именно в плане обеспечения разработки нормативных актов Гагаузии с точки зрения соответствия правам человека. Как международным принципам, так и, естественно, законодательству Гагаузии, Молдовы. Вы сказали, что к вам могут обратиться все жители Гагаузии. Абсолютно все. Сейчас, кроме этого, могут обратиться и граждане других стран, которые находятся у нас. Сейчас мы все видим, что у нас в стране, в Гагаузии, очень много беженцев, граждан Украины. Обращаются ли они к вам с какими-то вопросами, если да, то с какими? Дело в том, что Народный адвокат по поручению Народного адвоката, господина Чеслава Панько, офис Народного адвоката ведет мониторинг соблюдения прав беженцев на нашей территории. С этой целью была создана кризисная группа, в куда вошли и все главные начальники подразделений, то есть в том числе и начальники представительств. Поэтому периодически мы посещаем Центр размещения беженцев. Естественно, что выявляются некоторые вопросы, которые требуют своего немедленного разрешения. И Народный адвокат готовит рекомендации государственным органам об изменении ситуации и о предупреждении нарушений, возможных нарушений. Один из примеров, когда были подготовлены рекомендации, это о недопущении размещения центров размещения беженцев в помещениях больниц. Почему? Потому что там конкретно была ситуация на территории фтизиополимонологического отделения, то есть там, где проходят лечения больные туберкулезом. То есть, с одной стороны, нарушается конфиденциальность тех, кто находится на лечении в данной больнице. С другой стороны, была угроза жизни и здоровью беженцев, которые могли там быть размещены. Поэтому такие центры, которые располагались в больницах, они были закрыты. В том числе, буквально к середине мая сейчас готовится, будет представлен как парламенту, так и обществу большой доклад, который фактически каким выводом пришел Народный адвокат в отношении того, как Молдова соблюдает права беженца. То есть, это всевозможные аспекты в части обеспечения материально-бытового, в части размещения, то есть, это те же комнаты, обеспечение, допустим, возможностей детей учиться. Потому что госпожа Бунарезко был поднят вопрос о том, первоначально, даже на стадии, когда это все началось, был поднят вопрос о праве на образование. И Министерство образования прислушивалось к рекомендациям. На сегодняшний день абсолютно все желающие граждане Украины, они имеют возможность фактически продолжить образование. Я имею в виду, дети детсадовского возраста принимаются в детские садики, школьники в школы. Ну и студенты, в принципе, могут продолжить обучение уже непосредственно в наших вузах. Да, разработана методология соответствующая, да, есть, скажем так, некоторые вопросы еще, но это уже будет зависеть в том числе и от желания самих граждан Украины, допустим, изучить государственный язык. Кроме этого, как часто к вам обращаются жители автономии и с какими самыми основными проблемами? Ну, я бы сказала, что достаточно часто. Вот на примере статистики прошлого года у нас не менее 1200 человек за год обратилось с тем или иными вопросами, с тем или иными заявлениями, обращениями. Конечно же, большую часть наших граждан волнуют социально-экономические права. Если брать статистику, допустим, сравнивать с офисом всего, всем офисом народного адвоката, то где-то Пальмо-Первенство держит обращение заключенных, допустим. Так как на нашей территории нет пентенциарных учреждений, естественно, что мы очень редко получаем обращение заключенных, осужденных к лишению свободы, находящихся в местах лишения свободы. То есть это не прерогатива наша, по крайней мере. В офисе действует Совет по предотвращению пыток, и в том числе управление отдельное по предотвращению пыток, поэтому это уже непосредственно их задача. На что больше чаще всего, скажем так, жалуются наши граждане, это, конечно же, нарушение трудовых прав. Сам один из частых упоминаемых вопросов. Какие-то права буквально так, на вскидку, буквально сегодня был звонок, в котором женщина говорила о том, что работодатель заставляет ее выполнять те функции, которые не свойственны ее должности, то есть не входят в должностные обязанности и не предусмотрены индивидуальным трудовым договором. Естественно, что это делается под нажимом, и как поступить в этой ситуации. Это первый момент. Как предоставляется отпуск? Отпуск ежегодный, отпуск за свой счет. Частые вопросы. Естественно, вопросы, связанные с начислением и выплатой заработной платы. Это переводы, это увольнение, конечно же. Актуальные вопросы, потому что люди с этим сталкиваются. И просто-напросто уже из опыта деятельности могу подтвердить, что незнание закона действительно приводит к очень большим проблемам. Поэтому желательно, чтобы наши граждане были информированы, и в этом случае они сумеют более качественно защитить себя. То есть не надо никаких ни криков, ни скандалов. Достаточно твердо и четко показать, что вы владеете информацией о своих правах, и вы будете их защищать. Почему? Потому что даже по статистике большая часть работников, которые обращаются впоследствии в судебную инстанцию, признаются их правота, и, естественно, они восстанавливаются на рабочем месте. Другой вопрос, как часто обращаются работники потом. Следующая сфера, это просто-напросто огромная. Конечно, с учетом, наверное, социально-экономической ситуации вообще в Республике Молдова, наши граждане обращают внимание и на аспекты медицинского страхования, на аспекты социального страхования. Конечно же, вопросы, особенно в свете последних изменений в закон о государственной пенсионной системе, закон номер 156, вызвало вал обращения пенсионеров, которые не всегда понимают, по каким принципам, по каким критериям происходит индексация пенсии, по каким критериям увеличивается пенсия, как обеспечить выживание в такой сложный момент. Даже те же вопросы, связанные, допустим, с установлением степени утраты трудоспособности, тоже с этими вопросами часто обращаются. Ну и на третьем месте, наверное, стоят вопросы, связанные с правом собственности. Почему? Потому что пока еще по старинке большая часть наших людей считает, что если мои дедушка с бабушкой жили в этом доме, мои родители живут в этом доме, я живу в этом доме, значит, он автоматически мой. К сожалению, не так. Поэтому вопросы, связанные с переходом права собственности, особенно по наследству, волнуют наших людей. И переоформление, перерегистрация права собственности вызывает массу вопросов. Поэтому, конечно же, здесь, как правило, мы больше объясняем. В этом аспекте практически нет заявления обращения. А вот то, что связано с защитой прав детей, например, с защитой социально-экономических прав, тем же начисления пенсии, трудовыми отношениями. Здесь частенько приходят заявления, обращения наших граждан, петиции, по которым мы уже, в соответствии с полномочиями, естественно, оказываем помощь человеку. Вы оказываете информационную помощь? И какую еще? В зависимости от направления обращения. Почему? Потому что нашим законом, 52-м от 2014 года, выявлен, скажем так, спектр проблем, точнее, спектр действий, которые может предпринять народный адвокат. Либо он принимает заявление для рассмотрения, либо перенаправляет другим органам власти для рассмотрения и предоставления ответа. Естественно, что это предоставление ответа контролируется нами. Либо отказывает в рассмотрении. Когда мы можем отказать в рассмотрении, это в том случае, когда фактически именно это дело должно быть рассмотрено другими инстанциями. В частности, допустим, вопросы о возбуждении, начале уголовного преследования, о начале гражданского судопроизводства. Это вопросы, они решаются адвокатами и судебными инстанциями. Естественно, в этой области мы можем только проконсультировать человека. Максимум в некоторых случаях. Народный адвокат имеет право обратиться в судебную инстанцию с заключением о конкретной ситуации. Естественно, заключением о том, насколько нарушены, не нарушены права данного заявителя. То есть, фактически, мы имеем право обратиться в судебную инстанцию только в случае массовых грубых нарушений прав человека в Республике Молдова. То есть, только по факту одного это заключение, возможное в порядке гражданского судопроизводства. Далее. Народный адвокат имеет право обратиться к должностным лицам с рекомендациями о немедленном устранении нарушения закона. То есть, если выявляются, допустим, факты того, что были нарушены в том или ином отношении права заявителя, то народный адвокат готовит заключение, рекомендации, в котором четко описывает, что необходимо поменять. Либо восстановить права, либо отменить какой-то нормативный акт, которым нарушаются права данного гражданина, ну и другие действия. И в том числе народный адвокат имеет право ходатайствовать о возбуждении дисциплинарного производства, если будет установлено, что должностные лица, именно по вине должностных лиц произошло нарушение. В частности, могу отметить, что мы ходатайствовали в прошлом году о возбуждении дисциплинарного производства в отношении тех, кто никак не мог принять решение о создании, адаптировать условия для лица с ограниченными возможностями, чтобы этот человек мог натурально выйти из своего дома без бордюров и всего остального. Так что такие решения, скажем так, не редкость. В том числе народный адвокат имеет право начать примирительную процедуру, то есть в данном случае будет действовать в качестве медиатора между сторонами. Такие ситуации тоже были в трудовых отношениях. В принципе, в трудовых отношениях есть специализированный орган, который их разрешает, это инспекция труда. Но обращение к нам непосредственно в офис народного адвоката, наше представительство, у нас работает двое, я и мой коллега Сергей Васильевич Рудевич, в принципе, как правило, получают информированное полностью участие, скажем так, в том числе, что объясняется буквально по пальцам, что необходимо сделать этому человеку. В том числе даже на уровне заявлений. То есть если пришло заявление обращения, связанное с нарушением трудовых прав, то разъясняется человеку вся процедура. То есть никогда ни одно заявление не возвращается без того, чтобы не была разъяснена процедура защиты прав. Либо мы уже обращаемся с тем в адрес должностных лиц того или иного органа власти с рекомендациями об устранении нарушений. Светлана Андреевна, не менее волнующая проблема. Скоро 9 мая. И мы общаемся часто с людьми, и мнения в обществе неоднозначные. Некоторые выступают против отмены георгиевской ленточки, против отмены военных песен, фильмов. Другие хотят в этот день, на 9 мая, надеть георгиевскую ленточку, но боятся этих космических штрафов, потому что не у всех есть такие деньги. И максимально абстрагируясь от политики, от каких-то личных предпочтений, вот как поступать в этой ситуации? Что вы посоветуете как адвокат? Как представитель Офиса народного адвоката, да, наверное, так. Вы абсолютно правильно сказали, что абстрагируясь от политической деятельности, понятно, что на сегодняшний день, начиная с 20 апреля, на территории Республики Молдова действуют уже изменения в закону о противодействии экстремистской деятельности. И достаточно широко раскрыты многие понятия, которые, в принципе, могут быть, естественно, использованы против тех, кто данный закон не соблюдает. Понятно, что у нас сейчас очень много различных настроений и так далее. Просто-напросто и с учетом, еще раз, наверное, напомню, что одной из ключевых задач Офиса народного адвоката является информирование о своих правах. Конечно же, мы, допустим, в этот день будем проводить, опять же, мониторинг, насколько будут соблюдены права человека. Ну и здесь нужно отметить, во-первых, что, так, скажем так, на скидку могу сказать, что, естественно, что сама Республика Молдова ни в одном акте, она не признала то, что происходит сейчас в соседней стране, не признала этой войной. Тем не менее, в законе были использованы формулировки, связанные с военными преступлениями, пропаганда прославления этих действий и так далее. Хочу обратить особое внимание, что здесь используется вот именно понятие, было изменено понятие экстремистская деятельность, и сюда относится выставление, изготовление, распространение владения с целью публичного распространения. То есть то, что делаю акцент, первоначально просто-напросто говорили в проекте о хранении, нет, за хранение, само хранение ответственности нет. Почему? Потому что если вы храните какие-то материалы с тем, чтобы потом публично распространить, только в этом случае данная деятельность будет расценена как экстремистская. И вот здесь отмечается, что это атрибутика фаши... Допустим, что сюда относится? Фашистская атрибутика, символика, национал-социалистическая атрибутика, символика, атрибутика или символика экстремистской организации, общеизвестная атрибутика или символика, используемая в контексте актов военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечества, также пропаганда либо прославления этих действий. Ну и сюда относятся флаги, цветные уведомляющие полосы и ленты, двухцветная черно-оранжевая полоса. То есть фактически, обратите внимание, не берутся во внимание оттенки цвета. То есть тут это уже не важно. Главное, что эта лента двухцветная, главное, что она черно-оранжевая. Эмблемы, графические элементы, буквы, либо цифры их сочетания. То есть это любая буква, любой символ, который используется в актах военной агрессии. Я что имею в виду, что пока знают о двух буквах, наиболее часто используемых. Опять же, но если вдруг появится третий, четвертый или какой-то символ, фактически закон уже эту ситуацию предусмотрел. Значки, форменная одежда, лозунги, приветствия и любые другие подобные знаки, которые используются участниками акта военной агрессии. О чем хочется отметить? Что, в принципе, да, не относятся, допустим, полосы или ленты, которые являются составными частями знаков, медалей, орденов, вручным лицам за участие во Второй мировой войне, или те, которые используются, допустим, в музейной деятельности, в каких-то выставках и так далее. Вот все эти действия, они, то есть практически любое использование вот этих символов, оно может привести к административной ответственности. Здесь хотела бы какой-то совет, что быть максимально внимательным. Я имею в виду, что не воспринимать как 100% правды то, что вы сейчас читаете по различным средствам массовой информации, потому что, как правило, какую-то транскрипцию, толкование дают, опять же, политики, и, к сожалению, эта ситуация очень часто используется, прежде всего, в политических целях. На данный момент закон есть, закон действует. Да, возможно, скажу так, что на сегодняшний день пока еще не разработаны механизмов, конкретных механизмов действий правоохранительных органов по привлечению к ответственности. То есть, как это все будет происходить. Но вполне возможно, учитывая скорость принятия данного закона, вполне возможно, что какие-то механизмы и появятся. Поэтому нужно предупредить, что изготовление, продажа, распространение символики, используемой в актах военной агрессии, будет наказываться штрафом в размере от 4,5 до 9 тысяч леев или неоплачиваемым трудом пользу общества от 30 до 6 тысяч часов для физических лиц. Как это все будет происходить? Фотографирование, нефотографирование? Будут останавливать, идентифицировать личность и так далее, пока на этот счет ответов нет. Но, по крайней мере, вы знаете, сегодня, я, наверное, скажу уже не с позиции своей должности, не с позиции Офиса Народного Абеката, скажу прежде всего от себя лично, что, конечно же, особенно те, у кого есть близкие люди, которые участвовали в Великой Отечественной войне, скажу, у меня два деда воевали, есть медали за отвагу у нас дома, в том числе с этой Георгиевской ленточкой, значит, медали за участие в этой войне. Поэтому, конечно же, наш долг прежде всего помнить. Вот тут я переозвучу, поставлю немножечко другие акценты. Почему? Потому что сегодняшнее поколение не всегда знает, что именно происходило в 1941-1944-1945 году. Они не знают о том, что есть у нас памятные места, где захоронены те военнослужащие, солдаты, офицерский состав, которые участвовали в освобождении непосредственно нашей местности. Почему? Потому что, скажу так, не раз и не два отмечала, что на нашем Камрадском, допустим, памятнике освобождения, ну, не только молодежь, кстати, не только дети, которые не всегда понимают, это и взрослые лица, которые позволяют себе использовать вечный огонь как средство просто-напросто согреться или что-то себе поджарить, к сожалению. Я напомню дикие случаи, когда несколько лет назад были сожжены венки, буквально 9 мая, в тот же день ночи были сожжены венки, которые были возложены в честь освободителей Камрата. Вот об этом, прежде всего, 9 мая как раз-то нужно говорить с нашими детьми, со всеми, для того, чтобы эту память просто-напросто пронести через года. Я могу отметить, как внучка участников Великой Отечественной войны, могу сказать так, что дед никогда не рассказывал об ужасах войны. Он просто-напросто, единственное, что он говорил, во-первых, его целью было, всегда я всем говорю, дожить не до Пасхи следующей, а дожить до следующего 9 мая. Для него это был самым главным праздником, и он всегда говорил о том, что сберегите мир. И вот это наша задача. То есть даже может быть символ, не символ, но самое главное — знать и помнить, к чему может привести факты различных фобий. Наверное, так отмечу. Почему? Потому что они сегодня у нас разные абсолютно. К чему может привести дискриминация? К чему может привести просто-напросто нарушение прав человека? Вот к этим ужасным случаям. Почему у нас была создана Организация Белевых Наций? Почему у нас была принята всеобщая декларация прав человека? Именно для того, чтобы избежать ужасов войны и нарушения прав человека. Вот в этом контексте мы должны говорить. И, конечно же, каждый уже для себя может принять решение вместе с детьми подойти к этим знаковым местам, возложить цветы в обязательном порядке, подойти к тем, кто нуждается в этот день в помощи, не только в этот день, а всегда нуждается в помощи, просто-напросто помочь именно для того, чтобы людям немножечко лучше жилось. Может быть, то, что вы сегодня поможете этому человеку, может быть, его жизнь будет спасена. Вот эти акценты, наверное, нужно ставить и сегодня. Да, мы все понимаем прекрасно, что... Посмотрите, как быстро наши люди осознали ценность мира, ценность здоровья. Да, вот эти вот два знаковых события последнего времени эпидемии коронавируса и, к сожалению, те события, которые случились в соседней с нами стране, они нам показали ценность. Ценность нашей, конкретной, человеческой жизни, ценность даже своего дома. Насколько это важно для многих жить... Пускай это будет маленький домик, пускай у тебя, может быть, не будет каких-то разнословов каждый день, но это жизнь. И вот это мы должны будем и сохранять. В Молдове закон уже вступил в силу, и наши местные депутаты уже планируют принять законопроект или постановление и разрешить на территории Гагаузии использование георгиевских ленточек 9 мая. Насколько это будет законно и насколько это не вводит людей в заблуждение? Не будут ли все-таки... Будет ли этот закон, скажем так, оберегать наших жителей в этот день? Ну, для того, чтобы ответить на все эти вопросы, конечно же, нужно видеть сначала текст данного законопроекта. К сожалению, я его еще не видела, поэтому не могу точно сказать, в каком это виде будет. Это, во-первых. Во-вторых, успеют, не успеют принять. Очень много моментов, которые здесь требуют своего разъяснения. Если это будет законопроект, направленный на усиление, именно сохранение памяти, это прекрасно, памяти о тех событиях и распространение информации. А далее в подрастающем поколении это действительно знаковое дело. Насколько этот закон будет соответствовать законодательству Республики Молдова, это уже другой момент. Да, я прекрасно знаю, что уже разворачивается обсуждение, в том числе в социальных сетях, насколько Гагаузии самостоятельно или не самостоятельно. Я просто-напросто напомню, что согласно законодательству, в том числе закона об особом правовом статусе, четко определено, что Гагаузия является частью Республики Молдова, где, естественно, на этой территории распространяет полную силу закон Республики Молдова. Поэтому, да, мы имеем право принимать законы, но в той части, которая не противоречит законодательству Республики Молдова. Поэтому, естественно, каждый для себя будет принимать решение, именно пометуя о том, что необходимо соблюдать законы Молдовы. Закон Молдовы будет выше закона о Республике Молдове. Фактически, да. То есть в этот день кто рискнет? Потому что мы слышим, люди говорят, если все массово будут носить георгиевские ленточки, то массово штрафовать не будут. Кто-то говорит, что повесят на грудь ребенка, детей штрафовать не будут. Мне кажется, это немножечко... Использование детей вообще ни в каких целях на сегодняшний день невозможно. Это точно и однозначно. Давайте не будем действительно прикрываться, скажем так, теми лицами, которые не могут понимать ответственность своих действий и принимать ответственность за свое поведение. Поэтому здесь возникает несколько, скажем так, моментов. Больше, наверное, даже не юридических, чисто человеческих. Насколько наше общество будет готово к тому, чтобы законными методами, прежде всего, стремиться, допустим, к обжалованию. В том числе, насколько мне известно, одна из фракций парламента уже обратилась в Конституционный суд с запросом на сколько соответствует Конституции данный закон. В принципе, это возможное обращение в том числе и в международные инстанции, в том числе даже в Венецианской комиссии и так далее. То есть предусмотрены законные механизмы. А насколько будет зависеть действия правоохранительных органов от численности участвующих? Тут еще один достаточно серьезный вопрос. Почему? Потому что я напомню и другой момент. Дело в том, что Республике Молдова продлено чрезвычайное положение, в котором, в принципе, большие массовые мероприятия не могут быть. Поэтому насколько, скажем так, будет соответствовать поведение тех или иных лиц, которые даже и призывают к массовым акциям неповиновения, скажем так, правоохранительные органы будут разбираться с ними отдельно. И в том числе этими изменениями внесена ответственность прежде всего и для должностных лиц, для юридических лиц, допустим. Поэтому это тоже нужно брать в расчет. И если, давайте так скажу, если привлекут к ответственности конкретного человека, допустим, дядю Ваню, то дядя Ваня должен будет отвечать именно конкретно за свои действия, насколько они соответствовали закону. Вот будут ли у этого дяди Ваня возможности для защиты? Да, конечно. Напомню, что согласно законодательству абсолютно все граждане имеют доступ к защите, к правосудию. В данном контексте гражданин может либо вправе сам нанимать адвоката, либо, если у него тяжелое материальное положение, адвокат предоставляется государством, естественно, по запросу в офис юридической помощи, гарантированный государством. Сегодня эти возможности, доступ к правосудию и к адвокатской помощи, он практически всегда обеспечен. А вот время, силы, деньги, ресурсы и все остальное, конечно же, это уже каждый будет оценивать самостоятельно. Не факт, что в конце он сможет обжаловать? К сожалению, получить, если были действия, которые подпадают под действия сегодняшнего законодательства Кодекса о правонарушениях, естественно, что это будет регламентироваться именно так. Закон есть. Закон Суров, но он есть. Мы начали говорить про несовершеннолетних. С темой Дня Победы и Георгиевских ленточек более-менее все понятно. Как часто к вам за помощью, за консультацией обращаются именно несовершеннолетние? Бывают ли такие случаи? Да, бывают. Бывают, конечно же, посмотреть один из недавних примеров. Это уже как больше, наверное, информации для всех. Могу отметить, что были обращения, связанные с тем, что очень часто наши детки, допустим, остаются на попечении близких. Чаще всего это бабушки, дедушки, допустим, тети, дяди. И в отношении этих детей была установлена еще местными органами власти, я имею в виду примарами, была установлена одна из форм опеки. В данном случае, допустим, опекунство, попечительство. Когда данный ребенок вырастает и заканчивает 9 класс, дает необходимость изготовления удостоверения личности. В соответствии с законодательством, сегодняшним пока действующим, установлено, что подтвердить личность ребенка должен один из его родителей, законных представителей. С учетом именно последних изменений, в том числе и закона номер 140 о социальной защите детей и ситуации риска, фактически те опекуны, которые были назначены местными органами власти, они уже не могли удостоверить личность ребенка в паспортном столе для того, чтобы изготовить удостоверение. Конечно, у ребенка возникали проблемы. Скажу так, что после обращения наших комрадских жителей было подготовлено обращение в адрес народного адвоката по правам ребенка госпожи Бенурезку, и далее были подготовлены уже обращения в адрес наших государственных властей. Буквально в скором времени должен быть принят закон, согласно которым территориальные органы опеки получат право представляет такого ребенка, родители которого отсутствуют на территории Республики Молдова. То есть фактически эта ситуация разрешена для того, чтобы дети имели доступ и к получению документов, и, естественно, к окончанию учебного заведения в дальнейшем, и уже продолжение своего образования в тех учебных учреждениях, где они будут учиться. Это всевозможные факты, связанные буквально недавно с тем же бродяжничеством детей. Это продолжение образования для детей с ограниченными возможностями. Тоже очень много проблем, которые непосредственно необходимо еще решить у нас. Почему? Потому что я напомню, что постепенно на всей территории Республики Молдова, буду использовать тот термин, были реформированы вспомогательные школы-интернаты, была изменена концепция на сегодняшний день инклюзивного образования. Дети должны учиться в общеобразовательном учреждении, естественно, получать образование с соответствующим образом. И какие здесь возникают иногда трудности, в этом случае вмешивается именно народный адвокат по правам ребенка. То есть вопросов, в том числе использования изображений детей, особенно в каких-то политических акциях, это на сегодняшний день также стоит под особым вниманием народного адвоката по правам ребенка. Скоро летом, летние канюкулы, многие подростки хотят себе за эти три месяца подработку найти. С какого возраста они могут начать работать? Официально это 16 лет. Официально 16 лет это, скажем так, норма. В некоторых ситуациях при согласии законных представителей ребенка, в принципе, может быть разрешено трудоустройство и в 15 лет. На что хочу обратить внимание, кстати, на этом аспекте акцентировала внимание молодежь, которая к нам обращалась. Дело в том, что очень часто бывает, что молодой человек устраивается на летний период к какому-то работодателю, и тот заявляет, что да, я тебя беру, но с испытательным сроком 3 месяца. В итоге молодой человек работает все 3 месяца, по прошествии которых работодатель говорит, а ты не прошел испытательный срок, и я тебе платить ничего не буду. Это абсолютно незаконно. Почему? Потому что как только вы начнете, прежде чем, вот совет, прежде чем начинать работать вообще где-либо, вы должны прийти к согласию и заключить индивидуальный трудовой договор. А в таких короткосрочных, скажем так, выполнении обязанностей на срок до 3 месяца, испытательный срок вообще не устанавливается. Он и не может быть здесь действовать. Так что даже если где-то в каких-то областях в дальнейшем столкнетесь с испытательным сроком, в любом случае удовлетворительное прохождение, неудовлетворительное прохождение испытательного срока все равно влечет необходимость оплаты того труда, который был произведен за данный период. Пускай вы даже 5 дней работали, пускай вы работали месяц, тем не менее вам должны заплатить заработную плату за этот период. Ну и последний вопрос. Как обратиться в представительство Офиса Народного Адвоката и эти услуги, которые вы предоставляете, бесплатные они или платные? Начну с последнего. Да, они абсолютно бесплатные. И, знаете, появилось ощущение, что люди уже отвыкли от бесплатности вообще, потому что привыкли везде и всю доплатить. Как я уже сказала, что именно информирование, проведение семинаров, проведение тех же телепередач, радиопередач, как раз-то способствует информированию, поэтому входят в наши основные задачи. И в том числе и совершенство законодательства, конечно же. Так вот, любая информационная помощь и поддержка предоставляется Офисе Народного Адвоката абсолютно бесплатно. Это первый момент. А куда можно обратиться? Если это на республиканском уровне, естественно, что Офис Народного Адвоката, который расположен по адресу Кишинев, улица Свату Церий, 16. Если это на нашем уровне непосредственно, в Камрате, мы находимся по адресу Камрат, улица Ленина, 207, дробь 42. Найти нас очень просто. Фактически, те, кто знает Камрат, это достаточно недалеко от районного лицея, от районной администрации, от магазина Линелла и все остальные координаты напротив девятиэтажки. Наш телефон 2-5105. То есть по этому телефону вы можете получить в том числе информацию, консультацию для того, чтобы не приезжать там, где, скажем так, нет необходимости изучать документы. Спасибо большое. На этом наша передача подошла к концу. Я благодарю за такую интересную беседу. Нашим зрителям я хочу напомнить, что сегодня в студии у нас была начальник представительства Офиса Народного адвоката в Камрате Светлана Миронова. Это была главная тема совместного проекта телеканала СТВ и новостного портала www.gauz.info.md Оставайтесь с нами и вы всегда будете в курсе событий, происходящих в стране и регионе. Главная тема Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok